Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембельс. Смотрите сейчас. Уже не гости. Президент подписал указ о выдаче белорусского гражданства. Происходит оперативное рассмотрение и подготовка соответствующих материалов. Сколько иностранцев в списке. Сочные корма – залог большого молока. Сельхоз предприятия страны готовится к зиме. Здесь одновременно доится 32 коровы. Все доведено до автоматизма. Что откроют через месяц. Когда на счету каждая минута. В Бобруйске прошел семинар практикум по оказанию первой медицинской помощи. Центр совсем недавно открыт, но он уже пользуется популярностью. Как записаться. А также разумный бюджет, дополнительный рейс и республиканский каравай. В Беларуси ожидается рекордный урожай зерна. На какой показатель рассчитывают аграрии? Пора обживаться. Президент подписал пятый указ о выдаче белорусского гражданства. В списке 355 выходцев из стран СНГ, Турции, Сирии, Йемена. Среди них и 205 украинцев. Всего же с начала года гражданами нашей страны стали почти 6800 человек. Половина по указу главы государства. Тем временем органы внутренних дел продолжают получать большое количество прошений от иностранцев. Происходит оперативное рассмотрение и подготовка соответствующих материалов и представление их на рассмотрение и утверждение компетентным органам нашей страны. Выполнение поручения президента по данному вопросу продолжается. Все, кто получают белорусское гражданство, без проблем становятся частью нашего общества, трудоустраиваются, налаживают быт. Напомним, в стране также упростили получение разрешения на постоянное проживание. Касается это тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. Их ходатайство рассматривается в ускоренном порядке до 30 дней. Сельхозпредприятия страны готовятся к зиме. Особое внимание в молочных хозяйствах условиям содержания, заготовки кормов и процессу доения буренок. Залог высоких показателей – дисциплина и работа на перспективу. В Кировском районе об этом знают не по наслышке. Что дают современные технологии, расскажет Ольга Васенда. Молочное хозяйство «Мышковичи» – эталон среди агропромышленных комплексов. Ставку здесь делают на технологии. Животные в просторных, светлых помещениях чувствуют себя хорошо. Поилки с подогревом, что актуально в зимний период. Уборка проводится каждые два часа. Буренок, в прямом смысле слова, холят и лелеют. Здесь одновременно доится 32 коровы. Все доведено до автоматизма. Следят за процессом и специалисты. Если оборудование определит, что одно из животных больное, молоко поступит в другую емкость. Только в сутки 20 тонн качественного продукта. Чтобы удои увеличивались, для коров составлен грамотный рацион питания. Два раза в день употребляют смеси сеножам многолетних травянистых растений и кукурузного силоса. В закромах большие запасы, которых точно хватит не только на зиму, но и до следующего урожая. Также у нас имеется профилакторий для содержания телят от 0 до 90 дней. Профилакторий обслуживают две телятницы. По мере взросления телят, создаются группа и уходят на другие фермы. Домики индивидуальные вычищаются, моются, дезинфицируются. Здоровые, накормленные, ухоженные буренки и в хозяйстве Нива-Барсуки. Здесь больше 4 тысяч коров. Все получаемое молоко экстра-класс создается на Бобруйский филиал Бабушкиной крынки. Фермы работают не просто в штатном режиме, а увеличивают объемы производства. Вскоре откроют цех подорачиванию телят от 3 до 9 месяцев. Мы планируем везти на 180 голов. В принципе, здесь уже практически готовность полная. Осталось где-то подкрасить, докрасить чуть-чуть электрооборудование, обогрев паилок. Я думаю, через месяц мы его запустим. В среднем только за сутки телята набирают 950 грамм. Все благодаря сбалансированному питанию. Рацион составляют зоотехники. Он везде схожий. Но здесь внедряют еще и свекловичный жом. Соблюдение санитарных норм, дисциплина, а еще работа на перспективу. Таков здесь секрет успеха. В Кировском районе травянистыми кормами обеспечиваем. Концентраты тоже есть. Поставленные задачи Махилевским областмополкомам будут выполняться. На сегодняшний день реализация молока составляет 107-108% по району. Показатели не сбрасываем. Для дальнейшего наращивания производства продукции животноводства в районе все имеется. Содержать животных в таких же условиях и соблюдать технологии доения по силу каждому сельхозпредприятию было бы желание. При этом в случае безхозяйственности придется отвечать. Ведь готовность АПК к зимнему периоду на контроле прокуратуры. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Второй взнос. До последнего срока уплаты транспортного налога остается меньше месяца. Извещения направлены всем автовладельцам. Уведомления можно посмотреть и в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. К слову, 15 ноября – последний день внесения платежа. В помощь интернет-банкинг, ЕРИП, инфокиоск, любое отделение связи или банка. Если будет установлена несовременная уплата, либо неуплата налогов после установленного срока, предусмотрена административная ответственность в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин. Те же сроки и условия – уплаты имущественных платежей. Правда, в этом году есть изменения. Если раньше уведомления приходили только тем, у кого две или более квартиры в собственности, то теперь это касается и тех, у кого одна жилплощадь. Экономический рост, золотые поля и справедливые цены. Стоимость лекарств будет падать при снижении курса валют. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране ожидается рекордный урожай зерна – 11 миллионов тонн. Почти 10 с учетом РАПСа уже намолочено. Убрано 94% площадей. В условиях нарастающего в мире беспокойства по поводу нехватки продовольствия и роста ценной сельхозтовары республиканский каравай позволит обеспечить закладку продукции в стабилизационные фонды. Экономика Беларуси восстанавливается после пятимесячного замедления в августе и сентябре. Стабильный рост обеспечивают прежде всего сельское хозяйство, сферы информации и связи. Более чем на 20% увеличилось производство тракторов, комбайнов, интегральных схем и бытовой техники. Положительное сальдо внешней торговли – свыше 3 миллиардов долларов. Расходы в Беларуси на социальную сферу в 2023 вырастут более чем на 17,5%. В приоритете здравоохранения, образования и выплаты бюджетникам. Рост зарплат будет зависеть от производительности труда и снижения инфляции. Ее прогноз на следующий год – не более 7-8%. Стоимость лекарств будет падать при снижении курсов валют. Соответствующий указ подписал президент. Документ позволит усовершенствовать ценовую политику на рынке медицинских товаров и сохранить ассортимент востребованных препаратов в стране, а также обеспечит их доступность для покупателей. БелЖД назначила более 40 дополнительных поездов в период ноябрьских праздников. Составы будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Международном сообщении в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск. Более подробная информация на официальном сайте организации и по телефону контакт-центра 105. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. В Бобруйске прошел семинар-практикум по оказанию первой медицинской помощи. На базе учебного центра Красного Креста 30 учителей ОБЖ и начальных классов обсудили основу сердечно-легочной реанимации, способы остановки кровотечения и обработки ран. Тренировки проходят со специальным оборудованием, манекенами и имитационным материалом. Мне очень приятно видеть такое количество людей у нас в центре. Мне нравится то, что центр совсем недавно открыт, но он уже пользуется популярностью. К нам поступает очень много запросов о проведении на базе нашего центра мероприятий. Здесь разработали бесплатный курс для населения. Инструкторы проводят обучение по международным стандартам. Тренинги рассчитаны на 16 часов. После выдается сертификат. Полученные навыки помогут быстро среагировать в экстренных ситуациях и возможность спасти человеческую жизнь. Записаться можно по телефону 72 14 16 и 74 70 91 или обратиться напрямую в центр по адресу от Джинькидзе 54. Засветить. В Могилевской области проходит неделя детской безопасности. С начала года в регионе зарегистрировано 30 ДТП с участием несовершеннолетних. Травмы получили 37 человек. Чтобы предотвратить беду на оживленные улицы, выходят отряды юных инспекторов движения. Совместно с сотрудниками ГАИ ребята проводят рейды вблизи учреждений образования. Рассказывают школьникам о правилах поведения на дороге и вручают фликер. В связи с тем, что световой день сокращается, когда дети утром идут в школу и возвращаются со школы после второй смены, на улице уже темно. Поэтому они обязательно должны быть обозначены световозвращающими элементами. Мы рекомендуем использовать нарукавные световозвращающие повязки, которые позволят водителю лучше заметить вас и ваших детей в темное время суток на проезжей части дороги. Уже со следующей недели у школьников начинаются осенние каникулы. Причиной аварии зачастую становится невнимательность на дороге и незнание ПДД. Важно не только рассказать о них детям, но и показать на примере. К слову, до 28 октября в Беларуси проходит акция «Сохрани себе жизнь». А пятница будет объявлена Единым днем безопасности под девизом «Внимание! Пешеходный переход». Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»